Кто не в курсе, у GitHub есть CLI, CLI это Command Line Interface, ну короче, вот это вот, знаете, как хакеры показывают, они там что-то в терминале нажимают, и вот там циферки посыпались, вот у GitHub есть циферки, которые сыплются, и они добавили туда GitHub Actions. GitHub Actions это что-то типа CI-CD, но только у него расширенный функционал, он позволяет тебе взаимодействовать не только с твоим кодом и с каким-то внешним сервисом, но и с самим GitHub, и реагировать на различные интересные события, типа тебе поставили звездочку, вот надо пойти и подписаться на чувака, вот настолько там все автоматизировано, и по сути GitHub CLI сейчас идет в направлении того, чтобы сделать приложение для полного контроля вашего GitHub аккаунта, вашего, твоего. Прикольная новость про Unity. Unity это движок, среда разработки, так скажем, в которой можно создавать, ну не только игры, а там прям 3D миры, ну и 2D миры, в общем, виртуальные какие-то миры там можно создавать. Компания Unity закарифанилась с Организацией Объединенных Наций для того, чтобы вместе работать над продуктом, который позволяет производить симуляции для различных, как будет развиваться океан и его здоровье, как там будет, вот в общем, без пчел, потом как там будет, я не знаю, если кислотный дождь будет 400 лет идти. В общем, всякие такие штуки, которые на самом деле, ну уже, большинство из них уже давным-давно посчитано, рассчитано, и примерно мы понимаем, что это будет, когда это будет, в каких объемах. Но в каких-то науках уже есть готовые инструменты, которые позволяют производить вот эти симуляции и создавать визуальное представление того, о чем мы говорим. А в других науках либо нет таких инструментов, либо они упороты, вот. И, соответственно, классно, что Организация Объединенных Наций подружилась с Unity для того, чтобы дать вот различным направлениям науки, там, океанологии всякой, климатологии, еще какой-нибудь вот разным логиям, вот этот интерфейс для того, чтобы симулировать различные штуки, которые было бы классно видеть. Поэтому я надеюсь, что в скором будущем мы будем не только знать, что климат у ЖЭПа, но еще и видеть, как эта ЖЭПа будет выглядеть. Гиппот заимел 13 миллионов долларов инвестиций и добавил в себя весь код. Весь код — это редактор кода. Вот. Я где-нибудь тут сейчас прикоплю видос. Я записывал еще на английском довольно коряво. Это самый первый видос на этом канале. Второй YouTube-видос в моей жизни. Я там рассказывал про то, как можно писать код с iPad. Но там особенность заключается в том, что с iPad нельзя писать код, ну, прям вот на iPad. Тебе нужно где-то его еще писать. Там есть исключения для Python и вот прочего. Но, по сути, проще и логичнее писать код на iPad где-нибудь там за пределами. И там я как раз рассказывал про гиппот. На тот момент у них использовался не VS-код, они использовали Monaco Editor, на котором построен VS-код. И, соответственно, мне кажется, это классный тренд, которым все движется, то, что писать код лучше удаленно. Потому что мы можем его собирать, мы можем его деплоить удаленно. Это давно уже существует. VDC, ICD и прочего. Очень помогает, когда у нас крупные проекты и наши там локальные ресурсы, которые, к слову, стоят очень дешево. Не позволяют собирать такие большие проекты, монолитные. Или не факт, что монолитные. Ну, очень неважно. Не будем туда вдаваться в подробности. Прикольно, что теперь можно еще и писать код удаленно. Тем более, что современные технологии позволяют. В общем, писать код будет очень удобно, когда он будет находиться на удаленной машине, если в этом направлении мы будем предпринимать какие-то шаги. И Gitpod это отличный пример. Кроме него еще этим же направлением занимается GitHub, который вот скоро уже должен выйти в публичную бету со своими кодеспейсис. Тоже можно будет зайти на GitHub, открыть репозиторию, нажать кнопку, и, собственно, откроется VS Code прямо у вас в браузере. Сиди, пиши код и смотри, как он работает. Ну, как бы круто. Респект, чуваки. Я надеюсь, что мы будем двигаться в этом направлении. И локальным устройством перестанет быть важно большими, дорогими, громоздкими и неудобными. Новость для джавистов. Microsoft анонсировала, что они выпускают свой собственный OpenGDK и будут поддерживать его в качестве LTS-версии до 2024 года. Ну, как бы... Следующая новость для фронтов, особенно для тех фронтов, которые пишут на Angular. Angular разработал новую модель, по которой они будут обрабатывать фичер-реквеста. То есть у них есть какой-то большой роудмап, потому что без роудмапа серьезные проекты не делаются. Но при этом всегда есть комьюнити, у которого есть хотелки, которые в этом роудмапе могут не присутствовать. И если флоу устроен стандартным образом, то ты говоришь, хорошо, это мы куда-нибудь там потом добавляем, и добавляешь это в конец роудмапа. Соответственно, теперь процедура немножко меняется. Angular команда обещает, что они будут рассматривать фичер-реквесты сразу. Потом будет 60-дневный процесс воутинга, в котором можно будет проголосовать, какие из предложенных фичей, которые были выбраны для добавления в какие-то следующие статьи, прорастут первыми, потому что вообще все хотелки всех людей на свете предусмотреть очень сложно. У JavaScript появился новый компилятор. Новость с блога V8 не очень свежая, но как бы новость все равно, типа новости новость, поехали. В общем, у JavaScript появляется в V8 новый компилятор, который будет не оптимизировать JavaScript. Его задача будет в том, чтобы максимально быстро его компилировать, а не оптимизировать. В общем, это небольшое изменение в архитектуре, он будет подставляться тут и там, где-то будет в промежутках между Ignition и TurboFan использоваться, и вот подставляться для того, чтобы что-то там быстро намутить. Поделитесь мнением, насколько это важно и полезно, и насколько это изменит нашу рядовую жизнь, особенно среди тех, кто не пользуется Google Chrome. Вышла версия TypeScript 4.3 не так давно, и там, ну не то чтобы прям много, но нормально так изменение подъехало. И есть немножко обратно несовместимых, и типа не всегда понятно, почему у них вот версия 4 остается, типа не мажорная меняется, а минорная, хотя вроде как у них всем верно, получается, что ладно, это в общем дело Microsoft'а, нас оно мало касается. Значит, из того, что добавили, ну, во-первых, добавили возможность разделить возвращаемые типы у геттеров и сеттеров, ну, как бы разрешили и разрешили. Добавили ключевое слово override, то есть теперь мы можем в абстрактном классе обозначить, какие конкретно методы нужно override. При этом у нас есть дополнительный флаг, дополнительная опция командной строки, ну или опция в TSConfig.json, мы можем указать новую implicit override. В этом случае мы обязаны помечать override, и если не обозначен override, то будет падать с ошибкой. Вот, если же мы включаем, ну, типа, если мы разрешаем implicit override, он посмотрит, увидит, что названия совпадают и такой тип. Ну, они же совпадают, ну, значит override. Вот, вся разница, в общем, ничего такого знаменательного там не произошло. Немножко доработали определение типов для template string type, как они официально называются, то есть раньше у нас была просто строка-строка, ну, типа, сама себе строка, и сейчас у нас есть template строки, которые с backtick'ами, вот, и мы можем говорить, что вот у нас там подстрока в нашей строке статично является такой-то вот, а все остальное может быть динамическое. Ну, соответственно, добавили всякие там плюшки, чтобы в функциях можно было с этим работать и каким-то образом принимать новые типы, которые более четко обозначены. Расширили список вот этих вот приватных с решеточкой штучек классов. Так, не знаю, насколько это целесообразно, еще пользуются классами и приватными вот этими HashPound свойствами. Не так давно у нас подъехал еще один тип, который позволяет вытаскивать параметры конструктора в виде отдельного типа. Вот, и, собственно, в версии 4.3 теперь он поддерживает абстрактный класс, то есть на них тоже можно натравить. Также чуть-чуть подкрутили сужение контекста внутри дженерика, когда у нас там есть disjunction, какое-то разделение типов, то он там при определенных обстоятельствах может как-то более четко и более правильно определить, что же на выходе будет. Добавили очевидную проверку, которая говорит, что, типа, если ты делаешь проверку на promise, но не делаешь await, то как бы это всегда будет true, потому что promise — это объект, а объект при приведении inBullet будет true. Еще одно изменение, которое подъехало, наверное, довольно много людей его довольно давно ждали, это то, что мы можем в статических свойствах класса объявлять в квадратных скобочках какие-то там произвольные значения, которые можно дополнительно обозначать. Ну, не знаю, типа, насколько это помогает типизации, но, в общем, можно теперь так делать. Ну, и последнее, наверное, важное изменение — это то, что для incremental build-off и для watch-команды немножко изменилась процедура оценки, они стали немножко ленивее и чуть меньше всего делают на всякий случай, и еще довольно сильно уменьшили от 2 до, там, 15 раз размер файла, который содержит кэши для incremental build-а. Итак, рекомендация на сегодня — это книга Остина Клена «Still like an Artist», ну, или «Воруй как художник». На самом деле она маленькая, довольно тоненькая, в ней очень много инфографики, но недаром это New York Times бестселлер. Эта книга открывает очень много интересных деталей о том, как устроена человеческая креативность, и многие вещи, которые здесь озвучены, обычно не принято озвучивать, потому что действительно многое из того, что делается в области созидания, в области креативности, оно построено не на самостоятельном пути от а до я, то есть от пустого листа до законченной работы. На самом деле большинство креативных идей строится на креативных идеях, которые были до этого, и, в общем, если человек X взял, позаимствовал, расширил идею у человека Y, то это еще не значит, что человек Y ни у кого эту идею не брал. Один из вариантов трактовки этой книги заключается в том, что каждый человек может брать идеи у других людей, и это абсолютно нормально. Но в этой книге есть сквозная идея, которая, может быть, не читается напрямую, которая заключается в том, что креативность является общественным достоянием, и она не построена на работе одного человека. Пусть даже мы знаем, что какие-то произведения искусства или известные композиции или великие книги написаны одним человеком, на самом деле этот человек вдохновлялся работой других людей. И если бы не те люди, которые работали до него, у которых он черпал свое вдохновение, то никакой креативности бы по факту не получилось, и мы бы все топтались на месте. Поэтому читайте, вдохновляйтесь. Ссылки в описании положу, ссылку на книгу. Кроме того, в этой книге есть еще две такие же очень инфографичные книжки. Продолжение. Keep going. И Show your work. Show your work. Очень рекомендую. Положу ссылку на вот эту книгу, вот эту, вот эту, и на комплект всех вместе. Не видел их в русской реализации, опять же, на английском языке. Можно заказать на Amazon. Ссылочки я положу. Учите английский. Английский очень полезная штука. На этом все. Пока.